есть классная история в стиле это не то о чем ты подумал идем мы как-то ночью с женой по улице случайно столкнулись бедрами я толкнул ее снова она толкнула меня посильнее в ответ и мы стали повышать градус я одержал победу когда она от моего толчка врезалась фонарь и сменяясь упала на землю вуп вуп к нам сзади подъезжает полицейская машина которая видела только мой похоронный удар жена еще сильнее ржет от абсурдности этой ситуации да так что по ее лицу начинают ручьем течь слезы тут офицер хватает меня чтобы я типа перестал нападать на нее клянусь офицер я собирался ей помочь прошло немало времени прежде чем она перестала ржать и смогла объяснить ситуацию и еще больше прежде чем нам поверили наконец-то я могу рассказать свою тупую историю лет эдекс 14 я страдаю от радикулита который отдает в левую ногу как оказалось у меня что-то не так с нижним отделом позвоночника с тех пор не сделали операцию в старших классах я обнаружил что единственный способ остановить приступ это попросить кого-то хорошенько промассировать мне левая полужопия боль сразу отступает так как нерв расслабляется и мышца приходит в себя и вот однажды в 11 классе к нам приходит моя девушка мы идем вниз смотреть фильм мы с ней конечно всяким занимались но в этот раз не планировали ничего такого тут внезапно у меня начался приступ и она предложила мне помассировать мою левую булку чтобы облегчить боль я лег не на колени лицом вниз и она принялась за дело было так офигенно от того что мою ногу больше не жгло в этот момент к нам спускается мой батя и все выглядит так будто моя девушка занимается фистингом с моей жопой он сразу кричит о боже извините и бежит обратно наверх мне пришлось рвануть за ним и объяснить что он там увидел к сожалению он до сих пор думать что она совала кулак мне в очко мне почти 30 старшей школе как-то раз я одолжил у родителей фургон чтобы свозить свою девушку на свидание сначала мы поехали на ужин а потом к другу чтобы посидеть у костра между этими мероприятиями она сняла свою юбку колготки и переоделась в портивки на следующий день батя отводит меня в сторонку у него в руках ее колготки я сразу начинаю это не то о чем ты подумал но он тут же меня прерывает и заводит свою шарманку на тему я просто хочу чтобы вы предохранялись не переживай я ничего не скажу маме и так далее когда мне было 16 лет родители моего парня теперь уже мужа взяли нас с собой в отпуск по прибытии его папа в силу своей доброты взял мой чемодан и потащил его к моему номеру вдруг его лицо стало ярко красным я решила что ему просто жарко но потом подошел мой парень и такой слушай папа тут говорит что у тебя чемодан вибрирует на у меня там был один из этих ручных аппаратов для чистки лица и по всей видимости он включился но его бедный папа решил что я взяла с собой вибратор так что я дала эту штуку парню и отправила его показывать ее родителям чтобы они обо мне плохо не думали лол мы все тогда хорошенько поржали коллега врезался в мою тачку вместо того чтобы возиться со страховкой я предложил ему просто расплатиться со мной наличкой пару дней спустя мы стояли ночью на стоянке и он передавал мне деньги мы работали в ночную смену в этот момент из офиса вышел один из менеджеров и двинул в сторону своей машины вдруг подошел к нам чтобы понять что блять происходит с его стороны казалось что мы проворачиваем сделку с наркотой лол один раз гостил в городке откуда я родом и решил проехать мимо дома где вырос чисто из ностальгических соображений решил пофоткать наш старый дом а на крыльце играли чьи-то маленькие дети я думаю идеально дом по-прежнему наполнен детским смехом жизнь кипит и все такое достаю свою камеру и тут представьте как из дома выскакивает разъяренный лысый мужик и начинает орать на меня за то что я снимаю его детей дети начинают рыдать а я уезжаю в спешке даже не пытаясь что-либо объяснить я каждый день помогал своей коллеге тем что подвозил ее до дома она разводилась со своим бывшим и поэтому у нее были проблемы с доступом к машине мы работали с ней в одно время да и жила она рядом так что я был только рад помочь ну и вот однажды она мне жалуется что к ней в спальню находившуюся прямо над гаражом пробралась мышь я говорю ей что там скорее всего все просто решается наверняка мышь пролезла через вентиляцию или какую-нибудь дырку возле пола я иду в ее спальню встаю на четвереньки и давай ползать в поисках щели снял очки и положил их на ее прикроватную тумбочку а вижу небольшую дырку в сантехнике и затыкаю ее какими-то бумажками встаю говорю что это единственное что я нашел так что проблема наверное решена дальше иду к своему джипу и еду домой два часа спустя мне звонит моя подруга и говорит что пришел ее бывший и нашел на тумбочке мои очки она попыталась объяснить ему что это совершенно невинная ошибка ведь я просто искал дырку через которую могла пробраться мышка но он такой просто посмотрел на нее сказал ага даже не сомневай что он искал у тебя дырку в офисе один раз нужно было повесить доску поэтому я принес из дома молоток потом пришел домой но забыл достать его из сумки с ноутбуком через несколько дней ко мне подходит начальник и спрашивать слушай а у нас в офисе есть молоток и я не задумываясь и не отрывая взгляда от экрана лезу к себе в сумку и даю ему молоток спустя несколько секунд я понимаю что начальник все еще позади я разворачиваюсь а он просто стоит и разглядывает молоток и такой говорит еще серьезно ты носишь ноутбуком молоток ты что серийный убийца только когда меня не повышают я попросила своего друга дерматолога взглянуть на родимое пятно у меня на копчики у нас было дождливое барбекю поэтому мы пошли в ванную где больше света я задрала свое летнее платье и слегка накнулась над раковиной чтобы моя тень не перекрывала место вокруг родимого пятна в этот момент наша подруга открыла дверь она издала какой-то странный звук и мгновенно закрыла дверь прошло еще несколько секунд прежде чем мы поняли почему она так странно отреагировала ехал я как-то от бабушкиного дома в колледж и держал руку у уха чтобы лучше себя слышать я практиковался перед нашим хоровым выступлением которое должно было состояться через пару дней тут меня тормозит коп и просит достать свой телефон очень удивляется когда оказывается что телефон лежал на заднем сиденье в сумке спрашивает какого хера я до этого делал и я начинаю нелепо объяснять как прикладывание руки к уху помогает лучше себя слышать дальше после долгой невыносимой паузы с его стороны я начинаю паниковать и мне не приходит ничего в голову кроме как сказать да попробуйте сами и начать петь прямо на highway посреди ебаного ничего отделался предупреждением мой менеджер работал на выходных в офисе у него была жесткая экзема так как вокруг никого не было то он спустил свои джинсы и начал чесать свои ляхи в этот момент зашла уборщица увидела его и сразу вышло но что хуже в понедельник к нему подошел его менеджер и вызвал его обсудить одну деликатную проблему он думал что его уволят но как оказалось речь шла о чем-то совершенно другом поздним вечером пришел в супермаркет чтобы купить кокосовое масло пальчиковые батарейки и презервативы чувак на кассе заржал и тут я понял что это похоже на какой-то извращенский набор но на самом деле батарейки мне нужны были для моего xbox контроллера кокосовое масло нужно было моей девушке для готовки а зачем моему соседу нужны были презервативы вы и сами можете догадаться для твоей девушки наш друг получал в университете награду и мы решили пойти его поддержать несколько бутылок вина спустя мы были уже в говно а наш друг с наградой после церемонии чтобы отметить сие события мы решили все разум прыгнуть на него бесспорно отличная идея так как мы были пьяны и нам тяжело было скрывать наш умысел поэтому друг начал убегать мы побежали за ним на этом этапе важно уточнить что он темнокожий парень а мы все белые поэтому совсем скоро охрана мероприятия увидела как около 10 белых пацанов гонятся за темнокожим и орут ловите его не дайте ему уйти охрана повалила нас всех на землю и нам не поверили что он наш приятель мы по сей день вспоминаем тот забег расовой ненависти 2008 мы на концерте какой-то чувак докурил сигарету и щелкнул окурком чтобы он взлетел воздух окурок приземляется прямо на голову одной девушки и начинает разгораться у нее волосах так как я стоял рядом я тут же начинаю вытряхивать всю эту горящую дичь из ее волос она разворачивается как ее парень и они оба такие что это сейчас была за херня я попытался объяснить что челик только что закинула курок ей волосы но они по ходу мне не поверили они видимо решили что я просто какой-то чудак который любит лупить женщин по голове потом они просто развернулись явно недовольные и отошли подальше от меня и тут чувак позади меня такой говорит хорошая работа братан я все видел да что же ты тогда не вмешался когда они сомневались моих словах так или иначе ничего плохого не случилось но это было забавно несколько лет назад я выгуливала своих собак они заметили белку и сбили меня с ног от падения разбились мои очки я ударилась лицом и довольно сильно поцарапала руку проходит несколько дней бог знает почему мои раны вдруг распухли лицо все в синяках под глазом фингал мы с братом поехали на стрельбище это была заранее запланированная поездка но я могу представить какие мысли были в голове у владельцев когда они увидели избитую женщину приехавшую к ним учиться стрелять мне и моему двоюродному брату поручили вынести на мусорку на шторы потертый ковер из-за того что он был очень пыльный и грязный нам пришлось завернуть его в черные мусорные мешки скажем так после этого у нас был долгий разговор с окружной полиции бакенгемшира как-то раз в колледже у меня сильно разболелась голова я нашла какое-то просроченное обезболивающее в капсулах выпила его она застряла у меня в глотке наконец-то как-то протолкнула его и направилась в кабинет не успев сделать и пары шагов я чихнула белым порошком после этого сразу побежала в помещение с мусорниками блевать когда я оттуда вышла меня поприветствовала группа учеников у которых был тур по универу дальше пошла в туалет и увидела что у меня под носом порошок я вся потная с красными глазами от всей этой блевоты и кашля позвал подругу в поход мне нужно было достать из багажника свою бутылку забыл что у меня в багажнике краска и прочие принадлежности лицо когда твой друг из восточной европы одетый в спортивный костюм открывает посреди леса багажник с мусорными мешками пластиковой пленкой и топором было бесценно но никому так делать не рекомендую тяжело было объяснять ей типа не волнуйся я просто забыл оставить кое-какие вещи это не проблема подруга это просто краска краска которая задавала слишком много вопросов большое спасибо за просмотр в комментариях под видео пиши свои похожие истории и не забудь посмотреть наши другие выпуски пока